Вы слушаете Russian Cast, подкаст для изучающих русский язык. Привет-привет! С вами снова я, Антон из Санкт-Петербурга, и вы снова слушаете Russian Cast. Russian Cast – это подкаст для тех, кто учит русский язык и хочет научиться лучше понимать русскую речь и выучить новые слова. Сегодня, как обычно, я расскажу вам короткую историю. Это будет история о Диме. Я расскажу вам о том, как Дима проводит утро. Я расскажу историю два раза. Первый раз я расскажу ее медленно, а второй раз я расскажу ее с обычной скоростью. Если вы что-то не понимаете и хотите прочитать текст истории, вы можете найти его на сайте RussianCast.ru. Также на сайте RussianCast.ru вы можете купить подписку и получить доступ ко всем дополнительным материалам. Если вы покупаете подписку, то вы помогаете проекту RussianCast. Итак, послушайте историю о Диме. Утро Димы Каждое утро Дима просыпается в семь часов. Дима встает с кровати и идет в ванную. Он принимает душ. После душа Дима идет на кухню и готовит завтрак. Он делает кофе и готовит кашу. Иногда он ест на завтрак блины или яичницу. Но сегодня у него на завтрак кофе и каша. Дима завтракает. Он ест кашу и пьет кофе. Затем он чистит зубы, одевается и выходит из дома. Дима выходит из дома в восемь часов тридцать минут. Он идет на работу. Каждое утро Дима просыпается в семь часов. Дима встает с кровати и идет в ванную. Он принимает душ. После душа Дима идет на кухню и готовит завтрак. Он делает кофе и готовит кашу. Иногда он ест на завтрак блины или яичницу. Но сегодня у него на завтрак кофе и каша. Дима завтракает. Он ест кашу и пьет кофе. Затем он чистит зубы, одевается и выходит из дома. Дима выходит из дома в восемь часов тридцать минут. Он идет на работу. Комментарии. Дима просыпается. Просыпаться значит заканчивать спать. В подкасте «Вечер Жени» я рассказываю о слове «засыпать». Засыпать значит начинать спать. А просыпаться – заканчивать спать. Обычно ночью мы ложимся в кровать и засыпаем. А утром просыпаемся и встаем. Когда звонит будильник, мы просыпаемся. В подкасте «Оля едет на дачу» вы можете услышать слово «позавтракать». «Позавтракать» – это «съесть завтрак», то есть один раз. «Завтракать» – это «есть завтрак регулярно». «Завтракать» – это глагол несовершенного вида. «Позавтракать» – это очень сложная тема. «Готовить завтрак» – значит готовить еду, которую вы будете есть на завтрак. Иногда мы говорим «делать завтрак». «Готовить блины» или «делать блины». «Варить кофе» или «делать кофе». «Готовить яичницу» или «делать яичницу». «Яичница» – это «жареные яйца». Это могут быть целые яйца или перемешанные. Если вы жарите яйца на сковороде, это «яичница». А как вы проводите утро? Что вы делаете утром? Что вы обычно едите на завтрак? Напишите об этом в комментариях на сайте RussianCast.ru На сайте RussianCast.ru вы можете послушать историю о Диме в прошедшем времени, а также, как эту историю рассказал бы сам Дима. На сегодня это всё. Спасибо за то, что послушали мой подкаст. И до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова